Четыре комплекта дверей. Вот такие упакованные. Одна у нас тумбочка и курнитура обязательно. Раз, пачка. Два, три, четыре. А это для тумбочки. Пять комплектов. Здесь у нас тумбочка и четыре пачки дверок. Вот такие дверки. Они запрезерованы в петли. Раз, два, их всего две. В одном комплекте. Сейчас мы их установим вот сюда, в наши шкафчики. В комплект у нас две ручки, саморезики и четыре петли. Раз, два, четыре. Петельки идут вот сюда сразу же. Второй полочкой мы прижали петли, которые нам надо закрепить на первой полочке. Вот так. По одной доске. И большими крупными саморезами с крупной резьбой. Мы их сейчас закрепим. И на второй полочке, на второй дверке точно так же мы вставили петли, прижали их второй полочке, этой, второй дверке. Она у нас прямая, красивая. И по одной линии они у нас выровнялись. Сейчас мы их закрепим. Вот такие вот саморезы, золотые, нам прислали в комплекте с дверками. Но они не держатся у нас на осадке. Они падают и не держатся для крепления. Поэтому мы берем вот такие черные, вот такие черные саморезы с крупной резьбой по дереву. И они уже для навески, мы, чтобы навесить дверки, мы их уже применяем вот так. Вот это будет правильно. Раскрепили ручки. Здесь у нас по одному саморезу, мы просто нажиулили, по одному саморезу сделали, отрегулировали вот этой регулировкой. Вот этой регулировочкой мы регулируем туда-сюда и вверх-вниз вот так. Два болтика регулировочных. У нас зазорчик установился нормальный, оптимальный. И теперь мы раскрепляем по второму саморезу уже окончательно. Берем вот эти золотые, их заводские саморезы и их туда закручиваем. А черные экономим. Шестнадцатые черные по дереву. Тумба подкатная фирмы Грейт. Вот первая позиция, это четыре доски. И на боковинах сразу крепим направляйки. А к днищу сразу крепим колесики. Потом собираем три ящика. И заднюю стенку. И тумбочка готова. Вот у нас фурнитура. Здесь у нас есть вот такие эксцентрики. Это к ним стяжечки. Это чопики. Это конфирматы. Саморезы для ящиков. Вот такие длинные. Вот, и заглушечка. И саморезы маленькие для задней стенки. Вот такие вот. И пошли у нас досочки. Пошли досочку. Вот здесь вот для направляек. Для направляек сразу сделана разметка. Присадка. Вот она. И мы к ним сейчас, к боковинам, к этим сразу крепим направляйки. А сюда эксцентрики. Крышечка. Это у нас крышка. Здесь у нас чопик и стяжечка идет. Раз, два, три, четыре. Вот такие вот чопики. И рядом вот это для стяжки засверливаем. Стяжечки мы тоже. Тумбочку мы собрали. К полику сразу прикрутили колесики. А к боковинам сразу заранее прикрутили направляйки. И поэтому сейчас мы собираем ящики. И уже вставляем готовую нашу тумбочку. И прибили заднюю стенку. Вот такой у них вид. Верхняя крышка на чопиках у нас. И на растяжечках, вот на таких. А нижняя просто на конферматах. На четырех конферматах. Вот таких вот. Цвет дуб. Мы в них сразу воткнули чопики. Вот так вот. 12 чопиков. Один даже остался лишним. Небывалый случай в мебельной практике. Чтобы чопик лишний остался. В боковины ящиков мы вставили эксцентрики. На все боковины. Сейчас мы собирать будем ящички с фасадиками. На фасады еще закрепились стяжки. По две стяжки для крепления боковин наших ящиков. Стяжки и чопики у нас закреплены. Воткнули боковины наших ящиков. И эксцентрики у нас закрепили эксцентричками вот этими. А потом у нас пойдет уже вот такая задняя стенка. Вот сюда вот так. А потом днище из ДВ-пушки. Вот сюда в этот паз вставляется. А этот здесь саморезы пойдут. Вот такими длинными саморезами закрепляем заднюю стенку у ящиков. Осталось только днище. Сейчас мы с саморезами эту заднюю стенку, она у нас вот так вот прямо через засверленные вот эти отверстия, она у нас крепится. Самые длинные саморезы в нашей фурнитуре. Собрали ящик и у нас дошла очередь до днища. А днища у ящика мы крепим сразу с направляйками. Ставим направляйки и саморезом вот так вот сразу раскрепляем и направляйки и днища. Тумбочка готова. Вот такая вот она у нас на колесиках. Она вот так вот катается. И три ящика. Раз. Направляйки у ящиков нужно закручивать ровненько, прировненько, чтобы шляпки не торчали из направляек. Вот здесь вот. Вот здесь вот в направляйках. Чтобы шляпки не торчали, потому что все рассчитано до миллиметра. И вот эти шляпки не дают открываться ящикам. Впоследствии, если саморез криво закручен, и шляпка торчит. Вот. Я все их перекручивал по второму разу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...